Девятое слово О брат мой, ты спрашиваешь у меня о смысле назначения данных определенных времен совершения пятикратного намаза. Из очень многих смыслов здесь мы укажем лишь на один из них. Да, подобно тому, как время каждого из пяти намазов является началом важного переходного состояния, так и в связи с тем, что оно является грандиозным зеркалом божественного правления и отражателем всех божественных милостей в этом правлении. В каждом из этих времен повелено совершать намаз, что означает еще большее освящение и возвеличивание Всевышнего именно в этот период, благодарность и вознесение Ему хвалы за сумму всех бесчисленных благ, накопленную между двумя временами совершения намаза. Чтобы в некоторой степени понять этот тонкий и глубокий смысл, необходимо послушать вместе со мной следующие пять особенностей. Особенность первая. Смысл намаза — прославлять тазбих, возвеличивать тазим и благодарить шукур Всевышнего. Что значит, преклоняясь перед Его могуществом, словом и действиями произнося Субхан Аллах, прославлять Его. И преклоняясь перед Его совершенством, духовно и физически говоря Аллаху Акбар, возвеличивать Его. И преклоняясь перед Его красотой, выражаясь сердцем, языком и телом Альхандулиля, благодарить Его. Стало быть, прославление, возвеличивание и благодарение являются основами намаза. И вот поэтому эти три основы присутствуют во всех движениях и формулах намаза. И в связи с этим, после совершения намаза, чтобы упрочить и закрепить его смысл, данные священные слова повторяются по 33 раза. Смысл намаза закрепляется данными краткими основами. Особенность вторая. Смысл поклонения заключается в следующем. Представ перед Господом, понимая свои недостатки, беспомощность и бедность с преклонением и любовью, совершать перед Его божественным совершенством, могуществом и милостью сожда земной поклон. То есть, подобно тому, как господство, божественные заботы требуют поклонения и повиновения, также Его святость и совершенство требуют, чтобы раб Божий, видя свои собственные ошибки и недостатки, моля Всевышнего о прощении грехов, тазбихом и священным словом Субханалла, объявил о том, что Его Господь чист, свят и далек от всех изъянов, от ложных и нелепых суждений, заблудших и от всех недостатков и пороков этого мира. При этом и абсолютное могущество господства требует, чтобы раб Божий, понимая собственную слабость, а также беспомощность всех созданий, в изумлении и восхищении перед величием знамений Божественного могущества, произнеся Аллаху Акбар со смирением и покорностью, совершив руку, поясной поклон, обратился к Его помощи и уповал на Него. Помимо того, неиссякаемая сокровищница милости и Божественной заботы требует, чтобы поклоняющийся раб Его языком молитв и обращений выразил свои собственные потребности, а также нужду и потребности всех созданий, и благодарением, и восхвалением, а также святым словом Аль-Хамду-Лилля объявил о милостях и благодеяниях своего Господа. Стало быть, совершаемые во время намаза движения, произносимые святые слова и читаемые молитвы заключают в себе вышеуказанные смыслы и поэтому установлены со стороны Всевышнего. Особенность третья. Подобно тому, как человек является неким уменьшенным примером этой великой вселенной, а благословенная сура-фатиха неким светлым воплощением великого Корана, так и намаз является сияющим каталогом, который включает в себя всевозможные виды поклонений и некой святой схемой, показывающей разные виды поклонений всякого рода созданий. Особенность четвертая. Подобно тому, как у недельных часов их стрелки, исчисляющие секунды, минуты, часы и дни, взаимосвязаны друг с другом, являются подобиями и занимают поочередное положение, так и круговорот дней и ночей, находящиеся на положении секунды нашей Вселенной, подобные великим часам Всевышнего, и годы, исчисляющие минуты этих часов, и этапы человеческой жизни, исчисляющие часы, и эпохи в жизни Вселенной, исчисляющие дни, имеют взаимосвязь между собой, взаимосходство и взаимоположение и, соответственно, напоминают друг о друге. Например, время Фаджр, рассвет до восхода солнца, будет походить на начало весны и на мгновение, когда человек попадает в материнскую утробу и на первые шести дней сотворения небес и земли и напомнит нам о божественных деяниях в них. Время Зухр, полуденное время, будет указывать и походить на середину лета, на зрелую молодость, на эпоху в жизни Вселенной, когда был сотворен человек и напомнит о проявлениях божественной милости и обезобилии в них божественных благ. Время Аср, предвечернее время до заката солнца, подобно осенней поре, приходу старости, веку счастья, время жизни последнего пророка, мир ему и благо, напомнит о божественных деяниях и милостях в них. Время Магриб, после захода солнца, напоминанием об исчезновении в конце осени многочисленных созданий, о смерти человека, о разрушении мира в начале конца света, предупредит о проявлениях божественного могущества и величия и разбудит человека от сна беспечности и предостережет его. Время Иша, пора наступления ночи, упоминанием человеку об укрытии черным саваном мира, тьмы всех созданий дневного мира и об окутывании лика усопшей земли белым саваном зимней поры и о скрытии во мгле забвения последних следов человека, ушедшего в мир иной, а также о полном угасании этого бренного мира, являющегося ареной испытаний, объявит о величественном управлении всемогущего Аллаха. Ночное же время, оповещая о зиме, о могиле, о мире борзах, напомнить человеку, в какой степени нуждается человеческая душа в милости Всевышнего, милосердного Господа. Атахаджуд в ночное время оповестит и напомнит человеку о том, насколько необходимым светом является он во мраке могилы и во мгле борзаха, и в круговороте всех этих изменений о бесконечных благодеяниях великого истинного благодетеля, объявит, в какой степени он достоин благодарений и восхвалений. Второе же утро напомнит об утре Хашара, дня воскрешения из мертвых. Да, насколько очевидно, необходимо и бесспорно наступление утра после этой ночи и весны после этой зимы, настолько же определенным является и утро Хашара, и весна борзаха. Стало быть, подобно тому, как каждый из данных пяти времен совершения намаза стоит во главе значительного переходного состояния и напоминает о великих превращениях, таким же образом и знамениями великих ежедневных распоряжений божественного могущества, оно напомнит о годовых, вековых и апохальных чудесах могущества и дарах Божьей милости. Значит, фарс-намаз, являющийся главной естественной обязанностью человека, основой поклонения и безусловным долгам, в данные времена уместен и целесообразен. Особенность пятая. Человек по своей природе весьма слаб. Между тем есть многое, что огорчает его, причиняет ему боль. К тому же он весьма беспомощен. Бед и врагов у него много. Он очень беден, а его потребности велики. К тому же он ленив и бессилен, но время жизни весьма тяжело. Человечность связала его со всем миром, тогда как разлука и утрата кого-либо или чего-либо любимого и близкого постоянно ранит его, причиняет боль. Разум показывает ему высокие цели и вечные плоды. Однако его руки коротки, жизнь быстротечна, а сил и терпения мало. И вот при таком положении человеческой души совершенно ясно, насколько необходимым является на рассвете, фаджр, молитвой и намазом, обращаясь к обителю всемогущего и милосердного, просить у него помощи и поддержки, насколько это является весьма необходимой опорой для того, чтобы выдержать бремя дел и обязанностей, которые навалятся на человека в дневное время. А полдень, зухр — это время середины дня и начала его склонения к вечеру. И время, когда дневные работы достигают своего пика. И время краткого отдыха от гнёта дел и забот. И время потребности души в передышке от духовной беспечности и пустоты, которые вселяют временные и трудные дела этого бренного мира, а также время проявления божественных благ. И вот тогда, освобождаясь от гнёта быта, избавляясь от той духовной беспечности и пустоты, отстранившись от тех бессмысленных и бренных вещей, почтительно и смиренно представ перед истинным благодетелем и кормильцем, являющимся неизменно вечным, благодаря и восхваляя его за все блага, просить о помощи и выразить поясным поклоном своё бессилие перед его могуществом и величием, объявить, совершая перед его неприходящим совершенством и беспримерной красотой земные поклоны, своё восхищение, любовь и смиренность, это и значит совершить в это время полуденный намаз. И ты, конечно, осознаешь, насколько это приятно, необходимо и целесообразно. После полуденное, предвечернее время, аср, это время напомнит и будет походить и на унылую осеннюю пору, и на безотрадное старческое состояние, и на скорбный период перед скончанием мира. Это и время завершения дневных работ, и время, когда формируется итог таких божественных благ, как здоровье, благополучие и добрые дела, которых удостоился человек в этот день, и время объявления по признаку склонения этого громадного солнца к закату, а о том, что человек является неким командированным гостем, и что всё в этом мире временно, клинно, непостоянно. Человеческая же душа желает вечности, она сотворена для неё, преклоняется пред милостью и страдает от разлук. И вот в это время, совершив омовение для совершения послеполуденного намаза, вознося мольбу, обращаясь к обители безначального и бесконечного Аллаха, вечно сущего, обращаясь за помощью к благосклонности Его вечного и безграничного милосердия, благодаря и восхваляя Его за неисчислимые блага, совершив поклон перед могуществом Его господства, и смиренно пав ниц перед Его божественным постоянством, и находя истинное утешение, и обретая душевный покой, почтительно и покорно предстать перед Ним, перед Его величием и грандиозностью, это и значит совершить послеполуденный намаз. И тот, кто является истинным человеком, несомненно поймет, насколько это является святой и целесообразной обязанностью, какой своевременной уплатой весьма соответствующего естественного долга и, скорее, достижением счастья. В вечернее время Магриб напомнит о том времени, когда среди грустного прощания исчезают с приходом зимы изящные и чудесные создания царства лета и осени, и когда с приходом своей смерти человек в скорбной разлуке, расставшись со всеми своими любимыми, уходит в могилу. Это напомнит и похоже на то время, когда с кончиной этого мира в сотрясениях предсмертной агонии все его жители перейдут в иные миры и потушится светильник этого места испытаний. Это и время, которое строго предостерегает тех, кто чрезмерно привязан к своим любимым, который покидает нас и исчезает. Душа же человека по своей природе является жаждущим зеркалом одного вечно прекрасного, то есть зеркалом, жаждущим отразить имена Аллаха. И вот, чтобы совершить вечерний намаз в такое время, обратившись к трону величия постоянного, неисчезающего и неугасающего, который вершит все эти колоссальные дела, управляет этими грандиозными мирами и изменяет их, сказав над всем этим смертным Аллаху Акбар, и отстранившись от всего бренного, почтительно и смиренно представ перед постоянно вечным благословенным словом «Аль-Хамду-Лилля», благодаря и восхваляя его перед его безупречным совершенством, бесподобной красотой и безграничной милостью, и сказав «И я кана Абуду, и я кана Саинду» «Тебе одному мы поклоняемся, и Тебя одного молим о помощи» Коран, первая сура, пятый аят. «Просить о помощи, выразить свою покорность перед его божественностью, господством и царствованием, который не имеет и не нуждается ни в помощниках, ни в партнерах, совершив поклон перед его безграничным величием, беспредельным могуществом и превосходством, выражая вместе со всем сущим свою слабость и беспомощность, бедность и презренность, говоря «Хвала далекому от всех недостатков и изъянов Господу моему великому!» Прославляя и возвеличивая своего великого Господа, совершая земной поклон перед неприходящей красотой его сущности, перед его неизменными священными качествами и незыблемым божественным совершенством, в смирении и восхищении, уходом от всего земного, объявляя свою любовь и покорность Всевышнему, обретая взамен всего тленного, одного вечно прекрасного, одного постоянно милосердного, говоря «Хвала Господу моему, который превыше всего!» Освящать своего великого Господа, бессмертного и святого, от недостатков, затем, молясь, сидя и вознося, от своего имени неугасающе прекрасному и не исчезающе высокому благословенные приветствия и поклоны, добрые обращения и молитвы всех созданий, и приветствием его почтеннейшего посланника, обновив свою присягу на верность и выразив свое повиновение его заповедям, и чтобы обновлением просветить свою веру, наблюдая мудрый порядок этого Дворца Вселенной, свидетельствовать о единственности всемогущего Творца, о пророчестве Мухаммада, мир ему и благо, являющегося оглашатаем и благословенным вестником господства Всевышнего и выразителем знамений Великой Книги Вселенной, это и значит совершить вечерний намаз. И истинный человек, безусловно, осознает, насколько это тонкая и чистая обязанность, насколько это святое, приятное служение и поклонение, насколько серьезная истина, а также какое бессмертное общение и постоянное счастье в этом временном бренном мире. В ночное время, Иша, когда с исчезновением последних, оставшихся на горизонте следов дня, ночной мир накрывает землю, оно напомнит о всемогущем Создателе, являющемся «Мукаллибул лейли ваннахар», сменяющем день и ночь, который своими божественными распоряжениями перелистывает ту белую страницу на эту черную и напомнит о божественных деяниях мудрого обладателя совершенства, который «Мусаххируч-самси вал-камар» повелевает солнцем и луной и перелистывает свою раскрашенную зеленую страницу лета на холодную и белую страницу зимы и напомнит о божественных деяниях Создателя жизни и смерти в том, что с течением времени исчезает и забывается все оставленное после себя в этом мире, усопшими, и они полностью уходят в совершенно иной мир. А также это время, которое напомнит о могущественных распоряжениях и проявлениях милости и красоты Творца Земли и Небес в открытии и развитии обширного, величественного и постоянного потустороннего мира, когда, умирая в своей грандиозной агонии, окончательно разрушится этот тесный, бренный и ничтожный мир и истинным хозяинам и правителям, истинным Богом и возлюбленным в этой Вселенной сможет быть лишь тот, кто легко, словно перелистывание страниц какой-нибудь книги, будет сменять, создавать, перестраивать, изменять ночь и день, зиму и лето, этот и потусторонний мир. Это доказывает, что над всем этим царствует один, абсолютно всемогущий. Итак, безгранично слабая и бессильная, бесконечно бедная и нуждающаяся человеческая душа, погруженная в беспредельный мрак, пребывающая в беспредельном мраке будущего, бьющаяся среди бесчисленных событий, для того, чтобы в следующем смысле совершить ночной намаз, сказав подобно Ибрахиму, мир ему, «Не люблю я закатывающихся» Коран, 6 сура, 76 аят Обратившись намазом к обители Бога, вечно достойного поклонения и любовь к которому неугасаема, и на этой бренной земле, в этой тленной жизни, мрачном мире и темном будущем, молясь одному вечному и неизменному, увидев, пожелать благосклонность, милости и свет прямого пути всемилостивого и милосердного, которые в частичке вечной беседы и в нескольких минутах вечной жизни прольют свет на ее мир, осветят ее будущее и смажут раны, возникшие на ней от разлук с любимыми и всеми существами, и забыв этот мир, который тоже временно забыл о ней, и скрылся, и злив плачем сердца свои беды перед обителю милости, и как бы чего ни случилось, выполнив перед отходом ко сну, похожему на смерть, свою последнюю обязанность, для того, чтобы связать запись своих дневных деяний с хорошим завершением, встанет на намаз, то есть вместо всех тленных ее любимых предстанет перед одним вечно достойным поклонения и вечно любимым, и вместо всех бессильных созданий, перед которыми она унижается, придет к одному щедрому и всемогущему, и чтобы спастись от зла всех вредоносных вещей, заставляющих ее дрожать, взойдет к одному милосердному хранителю, и начнет с суры Фатиха, то есть вместо никчемного и неуместного восхваления ущербных, нищих созданий, прославит хвалой одного абсолютно совершенного, абсолютно богатого, щедрого и милосердного Господа Миров, и возвысится до обращения «Тебе одному мы поклоняемся» Коран, первая сура, пятый аят То есть наряду со своими малостью, ничтожностью и одиночеством, благодаря связи с царем Дня Суда, являющимся правителем из вечности и вечности, взойдя на степень некоего избалованного гостя, несущего важную обязанность в этой вселенной, сказав «Тебе одному мы поклоняемся и тебя одного молим о помощи» Коран, первая сура, пятый аят От имени всех созданий представит ему поклонение и просьбы великой общины и грандиозного собрания вселенной и сказав «Веди нас по дороге прямой» Коран, первая сура, шестой аят «Попросит вести ее прямо посыратым устаким, являющимся светлым путем, который среди мрака будущего ведет к вечному счастью и размышляя о величии Всевышнего Творца, воле которого, словно послушные солдаты, подчиненные солнца и лучезарные звезды, являющиеся в его гостинице мира некими лампами и слугами, скрывшимися сейчас подобно уснувшим растениям и животным, произнеся Аллаху Акбар, склониться в поясном поклоне и, думая о великом земном поклоне всех созданий, то есть подобно уснувшим этой ночью созданиям, каждый год и каждый век разновидностей существ, даже вся земля и даже весь мир, подобно дисциплинированной армии, а скорее словно отдельные послушные солдаты, во время их освобождения от прижизненного долга поклонения по велениям «Будь, и оно бывает» Коран, вторая сура, сто семнадцатый аят То есть, отправляясь в скрытый мир со словами Аллаху Акбар, с полной дисциплиной совершая земной поклон на своем смертном адре и следующей весной с исходящим от повеления «Будь, и оно бывает» Зовом оживления и пробуждения, воскресившись вновь частично в точности, частично в подобии, они смиренно и покорно предстают для служения своему Господу. Так и этот маленький человек, следуя их примеру, представ перед обителю того милостивого и совершенного, того милосердного и прекрасного, с восторженной любовью, в покорности, ведущей к вечности и в почетном самоуничижении, сказав Аллаху Акбар, совершить земной поклон. И это значит совершить ночной намаз, означающий вознестись на некого рода мираж. И ты, несомненно, осмыслил, насколько это является благой, прекрасной, святой и возвышенной, целесообразной и достойной обязанностью, служением и поклонением Господу, и насколько это серьезная истина. Стало быть, в связи с тем, что каждая из данных пяти времен является предзнаменованием неких великих изменений и трансформаций, неким признаком грандиозных божественных деяний и знамением всеобщих благ Всевышнего, назначение выполнять эту обязанность и долг, обязательный намаз в данные времена, является бесконечной мудростью. Причистый, мы знаем только то, чему ты нас научил. Воистину, ты знающий, мудрый. Коран, 2 сура, 32 аят.